Часы как произведение искусства. Новый российский часовой бренд. Всем привет, друзья! С вами Виктор, вы на канале про часы. И сегодня мы познакомимся с новым российским часовым брендом. Часы Брие. В переводе с французского это означает сиять. И действительно, эти часы сияют. Это не просто наручные часы, это, не побоюсь этого слова, произведение искусства. Миниатюрные произведения искусства выполнены в технике флорентийской мозаики. Каждый циферблат это кропотливая работа с натуральным камнем. Мельчайшие детали подгоняются друг к другу, и в итоге мы получаем великолепный внешний вид. Да, это явно от часы не на каждый день. И даже сложно сказать наверняка мужские, а не либо женские. Это что-то особенное, это что-то совершенно другое. И, конечно, такие часы тоже должны быть. Особенно, если вам нравится искусство, вы можете найти свое любимое произведение на циферблате данных часов. Что интересно, новый бренд российский. И собираются часы в России, и самое главное, этот циферблат, великолепный циферблат, произведен в России, непосредственно в Москве. И я даже посетил производство, посмотрел, как это делается. Могу сказать, что это действительно невероятно. Конечно, это уже далеко не та флорентийская мозаика, которую мы можем вспомнить из эпохи, например, Возрождения. Хотя я наверняка не уверен, когда была придумана флорентийская мозаика. Да, сейчас там работают большие станки, серьезное программное обеспечение. Тем не менее, ручной труд никто не отменял. И каждый камень вручную шлифуется, дорабатывается. И, конечно же, все это вручную собирается. Произведения, которые мы видим на этих циферблатах, вы наверняка встречали и в мировых галереях, и в музеях, ну или просто на просторах интернета. Так что, если искусство вам не безразлично, а уж тем более, если вы хотите уникальные часы, а каждые часы уникальны, ведь двух одинаковых камней в природе не бывает, добро пожаловать на канал, давайте знакомиться с новым российским брендом. Поехали! Итак, друзья, приступим. Перед нами коробка с часами, и уже по коробке видно, что это совершенно непростое изделие. Мне нравится, как это упаковано, похоже на стилистику современных гаджетов, и здесь сразу мы видим сертификат, экспертное заключение, что циферблат часов «Медитативная роза» изготовлен из подделочных камней, виолан, мрамор, песчаник, реконструированный коралл. Такой сертификат, кстати, идет абсолютно ко всем часам. Вот они, внутри лежат часы, здесь еще место для паспорта и, если что, для дополнительного ремешка. Ну, выглядит, конечно, эффектно. Признаюсь честно, когда я посмотрел на первые фотографии, фотографии на сайте, не так сильно восхитился, но вживую часы смотрятся совершенно иначе. И дело тут скорее в деталях, в форме корпуса, совершенно необычный, нестандартный квадратный корпус. Прекрасное изображение на циферблате, аккуратные стрелки, тонкие часы, изящные часы и задняя крышка с информацией о данной модели. У меня несколько часов, вот такая есть парящая роза, есть дерево жизни, есть еще и подсолнухи узнаваемая картина. Думаю, авторство всех этих шедевров вы и так прекрасно знаете. И вот такие часы, которые я даже попробовал поносить, очень отлично, эффектно, скажу вам, выглядят. И люди, которые заметили у меня на руке данную модель, были, честно сказать, в восторге. То есть часы народу зашли, часы привлекли к себе внимание. Давайте детально посмотрим на корпус, на циферблаты и все это изучим. Корпус выполнен из нержавеющей стали и есть три варианта. Сталь, позолото и черное покрытие. Надежное, хорошее покрытие на корпусе. И что мне понравилось, покрытие матовое, то есть здесь все не отполировано в блеск. И корпус не привлекает к себе внимания, не забирает внимания от непосредственно изображения. Идея была в том, чтобы создать как будто рамку для картины. То есть рамка, да, она должна выглядеть хорошо. Да, этот корпус должен быть удобный, но он не должен отвлекать внимание от шедевра, который вы держите в руках или носите на запястье. Если говорить про габариты корпуса, это классический квадрат 33 на 33 миллиметра. Толщина часов 7 миллиметров. И вы можете заметить необычный широкий ремешок. 28 миллиметров его ширина, он не сужается. Это тоже своего рода дизайнерское решение. Конечно, можно под себя ремешок поменять, пошить, а можно докупить к таким изделиям дополнительные ремешки. Разных цветов они существуют. Можно подобрать под корпус, можно подобрать под ваш стиль и ремешки с быстрой сменой. Соответственно, можно их менять под ваш образ. Ну, а я носил эту модель с двойным ремешком, красно-черным, что тоже, на мой взгляд, интересно и необычно. Что у нас на задней крышке? Здесь название бренда, информация, что это ручная работа, флорентийская мозаика, швейцарский механизм, сапфировое стекло, нержавеющая сталь и водонепроницаемость. Да, водонепроницаемость здесь небольшая, все-таки это классические часы, и вряд ли вы с ними захотите плавать или даже принимать душ. Далее, швейцарский механизм. Да, здесь установлен швейцарский механизм RONDO, довольно надежный, довольно простой. Отсутствует, кстати, секундная стрелка, чтобы не отвлекать, опять-таки, наверное, лишний раз наше внимание от шедевра. Секундной стрелки нет, соответственно, механизм будет довольно долго, надежно и точно показывать время. Думаю, что лет пять вы можете не заморачиваться о смене батарейки. Ну, а если уж вам придется ее поменять, рекомендую это делать в хорошем сервисном центре, все-таки здесь крышка-хлопушка, чтобы корпус не поцарапать. Вообще, красивые корпуса, да, такие рубленые грани, очень эффектно это смотрится. И даже с покрытием, если мы взглянем на черный корпус, тоже хорош, тоже привлекает к себе внимание. И даже позолоченный корпус, я обычно золотистое покрытие на часах не очень люблю, все-таки сталь для меня ближе, но вот такой вариант, мне кажется, очень удачное решение. Он не блестит, он не сияет, хотя название модели, название бренда все-таки сиять, но сиять должен здесь не корпус, сиять здесь должна миниатюра флорентийской мозаики. И тут мы с вами видим великолепные подсолнухи. Опять-таки, технические детали, да, здесь, возможно, не самого высокого качества, хотя, опять-таки, сталь, сапфир, да, плоское сапфировое стекло, механизм кварцевый, но при этом максимально надежный, водозащита как бы есть, но как бы и нет, то есть защита от брызг, руки помыть можно, в этом проблем не будет, но технические характеристики здесь вот вообще практически не имеют значения. Да, часы должны быть надежны, чтобы показать всю красоту картины. А картины здесь это что-то крайне особенное. Парящая роза выглядит великолепно. Обратите внимание, как отыгрывают грани, как сияют камни, как все это смотрится в цельной концепции. Да, наверняка вы не поймете всю красоту через экран, но поверьте, вживую это великолепно, это сложно спутать с обычным напечатанным изображением. Здесь видна сложнейшая тонкая работа, здесь видно, что это все-таки камень, и даже на вашем запястье это будет привлекать абсолютно точно внимание. Как я уже говорил, делается все это в Москве, делается максимально профессиональным, опытным мастером, известным в определенных кругах, и каждый циферблат получает персональный сертификат Российской Академии Наук Гемолого-Минералогическая Лаборатория. Это, мне кажется, конечно, максимально важно. А чтобы на всю эту деталь не взглянуть, я даже взял отдельно циферблат, мы можем посмотреть, как это выполнено. Латунная подложка с ножками, и на ней уже каменное изображение. Максимально, ну, наверное, попсовая часть, да, картина. Девочка с воздушным шаром, ну и опять-таки в камне это выглядит совершенно иначе. А есть еще и максимально черное изображение Пантеры, вроде бы как здесь практически один цвет, но обратите внимание, как все это играет, и даже каждый черный цвет, он по-разному черный. Классная работа, хорошая работа, очень достойная работа, и если говорить о часовом искусстве, наверное, это не совсем правильно по отношению к этим часам. Это все-таки ювелирно-часовое искусство. Здесь в первую очередь не сложный механизм, а визуальное восприятие. Здесь в первую очередь сам циферблат. И, конечно, возникает вопрос цены. Сколько же стоит искусство в миниатюре? На самом деле, на мой взгляд, цена более чем адекватная. Стоимость часов 54 тысячи рублей, и, конечно, можно их приобрести на официальном сайте, ссылка на который есть в описании под этим видео. 54 тысячи рублей за произведение искусства, не просто напечатанное, а выполненное в великолепной технике, сложнейшей работы, да еще и умещенное в корпус часов. Здесь мы получаем практически два в одном, и время можно узнать и картиной насладиться. Да, возможно, это не совсем мужские модели. Думаю, в первую очередь, все-таки девушкам это понравится. Так что, если вы хотели сделать хороший подарок вашей даме, узнаете, какие картины ей нравятся, узнаете, какие мастера ей нравятся, и выберите для нее шикарный подарок. С другой же стороны, я и сам носил бы иногда такое произведение искусства на своем запястье. Поверьте, в определенных кругах, в определенной атмосфере эти часы вызовут ажиотаж, и вам обеспечена очень интересная беседа. На руке часы сидят очень хорошо, совершенно не мешают. Я поначалу подумал, что широкий, настолько широкий ремешок будет некомфортно носить, но я ошибся. Все отлично, все прекрасно. Напишите в комментариях, какое изображение вам нравится больше всего, какую картину вы бы хотели видеть на этих часах, ну и, конечно, выбирайте для себя отличные и необычные часы. Спасибо, что смотрели это видео. Обязательно встретимся с вами в новом выпуске. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok